Добрый день! Вам слышно? Здравствуйте! Добрый день! Вам слышно? Да, да, все нормально. Да, да, мне слышно, нормально все. Что-то у вас плохо совсем, изображения нет. А, может быть, из-за этой камеры? Я сейчас включил другой компьютер, тут очень плохая. Ну совсем прям... А как мы находимся в деревне? Ну маленечко, чуть-чуть видно. Что-то прям расплывчатое такое. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, конечно, нет. Так, я слушаю вас, говорите. Ну вот, насчет переезда все время думаем, как переехать в Россию у нас тянет. Дети растут. Где вы выходитесь? Какая вера у вас? Какой статус? Какая семья, чтобы я знал? Жена православная, я армянско-апостолическая церковь у меня. А дети православные, Серафим и Николай. Два сына. А они не думают переезжать? Ну, они все, мы все, мы вчетвером хотим переехать. А сколько сыновьям возраст? Четыре года и полтора года. Я думал, помощники какие-то. Это еще рановато, конечно. Это да, но мне надо сейчас, как говорится, капитал сделать, чтобы с капиталом приехать. Братья с работы приходят. Побежал, открыл. Вот. Да, да. Понимаете, что мы строим с нуля деревню. Оказывается, уже ваша жена там смотрела, видела. Ну, это же не простое дело-то. Да, я сам смотрел. Ну, конечно, конечно. Ладно, пускай там пока. Давайте, не отвлекайтесь тогда, пускай там будет. Я могу сейчас переключить, и оттуда будет. Нет, нет, не надо, не надо, сейчас еще не надо. Просто поговорим пока. Вот какое дело-то. У нас каждый строится сам, своими силами. Какая сила есть? Вот у меня приехал племянник, а их шесть братовьев, и все взрослые, женатые. И еще дети у них там уже, ну, прям лет по 15-16, здоровые ребята. И он заложил за лето только нижний этаж подвальный. Это работа большая, но зато ты хозяин. Строишь, какой тебе надо. Хоть коттедж строй, хоть что, хоть колодец, хоть пруд копай. Рядом несколько прудов есть, где купать. А за землю платить надо? Ну, за землю я не знаю сейчас, как там ее. Сколько-то как-то платят, конечно, раз, где дом-то стоит, и там за огород, это с ними надо переговорить. Потому что все меняется здесь. Но обязательно, потому что дом-то стоит, и эта земля должна быть полной. Это уже стоимость какая-то. Это все оформляется официально. Вот у нас у фермера. Вот такое готовое, что-то есть? Что-то готовое купить? Готовое что купить? Какой-нибудь такой сарай или... Есть дом такой, большой сарай у него есть. Но там все заросшее. Но дом там, если ты хозяин такой, то дом-то там же жили. Это там мой брат жил. Да. Он уехал, и все заросло. Если вам надо, там можно отстроить, перестроить, но уже готовое. Он все железобетонное делал, крепкое, большой подвал. Там можно пчел держать, он держал. Огород. Но это все требует... Оно лет пять заросшее стоит. Ну сколько это будет стоить? Это я сам разберу. Это уже фундамент копать... Да, фундамент копать не надо. Уже огород есть полгектара. Полгектара. Там что хочешь сажай. Вот. Ну прям рядом, напротив нашего дома, где я там в деревне. Я там в городе нахожусь. Летом только в деревне. Вот один дом такой есть. Ну, это надо говорить с ним. Сколько оно там будет стоить? Оно не больше, чем... Платят? По нашим-то тут цены-то летят все. Не больше, чем 200 тысяч. Рублей. Рублей. То есть? Да. У него... Оно как бы на два этажа даже сделано. И подвальное еще большое. Уже баня есть там. Одну баню там все внутри у него так. Там коров держал. Ты лошадь держал, овечек. То есть сарай уже есть. И есть гараж, куда машину загнать. Самому-то делать очень трудно. Но один дом такой... Вот что-то так. О, хорошо. Вот такое надо. Это все заросшее у него. Заросшее. Там может не понравиться. Но это уже что-то стоит. Одно дело ничего нету. А другое дело на ней... Да не-не-не. Понравится. Да. Хозяин все сделает. Понравится. Все окей. Вот. Дело в том, что если... А интернет есть в этой месяце? Кто? Интернет. Интернет есть. Интернет есть в деревне. Есть. Ну, конечно, там слабенький он, не такой. Там можно, наверное, как-то больше заплатить. Так интернет тогда больше. Я летом-то бывал. Так по легкой стоимости ночной интернет брали. Я ролики выставлял из деревни. И даже там разговаривали по скайпу. Это у нас не подземелье. Школа государственная до девятого класса. Там по одному ученику. Дети есть. Если бы у вас были какие-то родственники, знакомые, кто-то хотел переехать. Вот это было бы хорошо. Но чтобы они соответствовали. Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Чтобы не было обмана. У нас все по-честному. По-честному. И тогда заявление подает, приезжает, смотрит. Но надо делать это ранее весною. Чтобы успеть огород посадить. Тут все от животноводства. Где-то коровенку достать. Чтобы свое молоко было. Это надо сразу делать. Хотел бы овцеводством. Овцеводством я хочу. Овечек держит. Держит овечек. Вот у меня у батюшки, он священник. У него около ста овечек. А землю можно арендовать у вас еще? О, можно. Сколько я не знаю, как где-то. Но что-то можно. Деревня-то, где строим, это же выделено на это. Деревня получила официальный статус. Она была заброшена, наша деревня, родная деревня. 20 лет никого там не было. Ну, все там оформляют. У каждого огород. Пока сажай скорее, а оформлять уж потом. Главное, чтобы начало расти. Чтобы поставил насос. Это да. Холодец, вода была у тебя. Все, думаю, там пруды есть. Откуда воду кащать-то? Воду-то кащают из прудов. У нас рядом детский лагерь. Я его начальник. Это надо смотреть. Женщины у нас ни в брюках не ходят, только в юбке. Всегда должна быть в платочке. Да, да. Бороду никто не бреет. Бороду брить нельзя. Так что не трогайте ее. Да, я сейчас отпустил. Если я это здесь делаю, подумай, что я талибан здесь. Ну, мало что подумают. Думать это надо не водиться. Туда устав. Устав. И поэтому у нас не подстригается, не трогается. Вот она какая есть, такая есть. Подойди, Володя, глянь, какая у него борода. Вот, посмотрите, какой он. Никто у нас бороду не трогает. Это не разрешается. А, Никита, ты где? Да, да. Пришел. Вот такое дело. У меня вот, видите, здесь вышивальная плаща. Вот, Никита, смотри. Я тут вышиваю всякие логотипы. С Украины приехал. Никита, здорово. Добрый вечер. Нормально. Дай Бог. Каждое лето у нас... Интерес есть к этому. Что? Интерес к чему? К этому дому вашего брата. К этому дому, что у вашего брата. Если возможность будет, могу приехать. Надо уже сейчас разговор вести. Уже разговор вести надо, что не ушел. У нас были какие-то там домики отдельно? Уже ни одного нет. Все, разошлись. Каждый, кто если приезжать будет, сам строится. Самому строится, это должна быть сила. А это уже дом стоит из стены. Там от штукатуры. Можно под евроремонт сделать утеплитель. Это все легче. Там с утеплителями. Там он диакон сделал. Дом, он как и дурь стоит. Это фундамент. У него все железобетонное такое. Он был бетонщиком. И все с арматурой заложено. Там, если война будет, только один дом этот останется. Ну, у меня интерес есть. Поговорите. Могу приехать, оформим. Это надо сразу переезжать со всем, чтобы... А, не знаю. Надо как-то обдумать так. Это приехать далеко? Такие деньги тратить на проезд? И только весной, когда уже тает земля будет. Зимой туда ходу нету. Просто у меня тут производство. Тут надо все перепродать сначала. А мне для этого время нужно. Ну, так вот и думайте. Сколько время-то нужно? Вы чтоб не жалели. А то скажут... Вообще... Вы на меня вышли, то не я на вас. Вообще-то быстро. Я могу через аукцион, eBay быстро продать все. Но вы цену не потеряйте. Вам деньги нужны. Покупать корову надо. Дом купить. Земля. Деньги нужны. Деньги. Деньги надо переводить в доллары. Я... Приезжай. Тут обменный пункт можно обменять. Думать, как получить гражданство. У вас какое гражданство? Это немецкое? Да, да. Немецкое. Ну, это все делается тут. Не сразу, но... Пока поставят три месяца, проверяющие. Потихонечку. Ну, да. Это у них там... Вот, Никита, сколько ты оформлялся? Ну-ка. Я. Он с Украины. Сколько? Я-то гражданство не получил еще. Да, да. Там все условия есть в интернете. Это, по-моему, нужно от трех лет, чтобы получить именно гражданство российское. А пока разрешение на временное проживание на три года дается. А дальше уже надо собирать документы, остальные все. Ну, то, что у меня есть, уже летом месяц собирал. Месяц я занимался этим. То есть, постоянно, не прерываясь. Ездил каждый день почти. В очереди стоял там. Потом по всяким нотариусам ездил. Там печати ставил, перевод паспорта на русский язык делал. Потом медкомиссию проходил полностью. Что там еще? Только, что военного билета... Дай бог, дай бог. Ну, ладно. Ну, остальное данное-то я... Я сам программирую. Я тогда скину вам данные. Мне нужна. Говорите. Тут не сразу звук доходит. А, да, да. Может, включу тот компьютер? Две минуты спокойно. Ладно, мы уже все переговорили. Я вам данные под скайпом скину сейчас. Как поговорим, я скину. Где форум? И вы на форуме только зарядите. Там написана общая тема. Потеряевка или деревня. Там все найдете. И фотографии, и ролики. У нас видеоканал большой. Около четырех тысяч роликов. Все. У нас еще не скрывается. Поэтому тут безобманно. Нет, нет. У меня маленький вопрос. Я думаю, думал, хотя бы сто овечек завезти. Возможно такое у вас? Деньги, если есть, возможно. Травы... А земля? А траву? Траву косить, выделит где земля. Покосы. Это надо работать. Трактор свой. У нас тут один, он коров нарушил. Он там такой, у него как за неприятный случай был. Но у него техника есть. Посмотреть. Может быть, что-то купить можно. Вот у старосты, у него комбайн, есть копнитель. То есть, там нанял сколько, он тебе накрутит сено и привезет. А на выгон, чтобы выгонять место? Выгонять это вместе выгоняют. Это пасут, как через, допустим, через три дня. Кто хозяева, у кого есть? Сегодня по один пасет, завтра другой, третий. У кого ребятишки, ребятишки пасут. Рядом все. Вы паса есть. И для дрова можно заготавливать рядом сады, бывшие сады. Пили, кали, суши, у тебя дрова даром будут. Но работать надо там. У нас очень рано встают. Это деревня. Но зато на свежем воздухе. Свежая вода из земли. Это не то, что в городе с хлоркой отравленная. Все верующие. У нас все православные. Вы хороши. Да. А сколько жителей у вас? С ребятишками вместе, кажется, 32. Всего? Всего. Всего. Потому что это не просто так. Вот нам первый год поступило 1500 заявок. 1500. Мы разрешили где-то четырем. Остался только один. Один приехал. Я говорю, все, и деньги есть. И не пьет, не курит, но матерится. Пришлось выехать. А вы меня разрешаете сейчас? Что разрешать? Вам переехать. Ну, это надо с деревенским говорить в собрании. Но бороду не трогать. Это сразу. Бритва. Уничтожь. Неужели ты из-за волос бороды будешь где-то? Да посмотри на иконы. Вот Григория, говорит, Армянская. Григорий Армянская, это ведь она с четвертого века. Григорий Армянский, который... Он наш святой. Мы его тоже святым признаем. Да он же с бородой был. Ну, я сам иконы рисую. Я сам рисую. Мы за этим не гоняемся. У нас икон хватает. Я сам рисую. В воскресенье, праздники у нас не работают. Можно ходить за грибами, ловить рыбу, посещать больных, идти в церковь. В церковь ходят все. Женщина без платка во двор не выходит даже. Платочек, чтобы было. Ну, видите, как у нас красиво это выглядит. Конечно. У нас приезжают епископы, служат. Мы не относимся к московской патриархии, но у нас акт о каноническом признании. То есть мы ее признаем, и их епископы приезжают к нам, митрополиты. Вы видите там в интернете все. У нас хорошее отношение с руководством местным. Мы относимся к русской православной зарубежной церкви, к белой мигрантской, которая ушла в 17-м году. Которая не пошла на сотрудничество с КГБ. То есть мы свободные в этом деле. Мы этим отличаемся от них. Это старообрядческая немощность. Нет, это не старообрядческая. Это новообрядческая. Та самая, которая при патриархии Тихони была, при революции. Вот. У нас старообрядцы живут есть. В которых священство есть. У нас вообще-то с окрестными народами мы везде, деревнями везде, Евангелие развозили. В окрестности примерно 30 тысяч дворов посетили. Раздали Евангелие. Мы на это дело жертвуем, собираем. Мы же прошли от Владивостока до Лиссабона. Да, да. Скандинавию и Прибалтику прошли. Мы чувствуем, нас Господь благословляет. И на душе легко. Мы дарим, книги дарим. Изданные за свой счет. И Господь нас благословляет. А слушаю часто этого. Тоже один христианин православный, Стерликов, да, тоже слушаю часто. Но сейчас уже не очень. Стерликов, он один разрушитель. Он ни Библию не признает, ни Церковь не признает ничего. Он разрушитель. Немного, да. Мы должны заботиться о том, чтобы народ был единый в Боге. А для него никого нет, кроме него. Он награбил богатство, ты ускользнул там в Карабах, куда-то убежал. А если вам что-то надо там с вышивкой, логотип или что-то, я могу сделать. Вы сами сделайте. Наберите там какие инструменты. В Германии это хороший инструмент. Напильники, там еще такое, ножовка. Потому что здесь дороже будет. Ну такое, чтобы легонькое было. Ну полотно-то оно что там, как листик. Ну вот такое вот для себя берите. Нам ничего не надо. У нас из Германии приезжали, крещение принимали. Вот будете православны, пройдете подготовку-то и примете крещение, будете православны. А вы меня крестите, вы крестите. Да. Если вы веруете в Господа Иисуса Христа, вас проверят. Он говорит, что вы крестите. Нет, крестит брат, священник, не я. Я не священник. А он кто-то иерей. Брат мой родной. Он на пять лет моложе меня. Вот этот дом ему принадлежит? Нет. Этого брата нет, он выехал. Выехал, его нет. У нас пять братовьев было. Пять братовьев. И пять сестер. У нас большая семья. Очень. А вот я в Москве был, там у отца Кирилла. И у него там армянин Арсен. Он готовился к окрещению, стать православным. И у нас даже записано в интернете. Там ребята были. Потом его брат пришел, я не знаю как звать. А там Севан озеро, мы около озера там были, рядом ночевали. Когда в Армению ездили, для библиотеки книги подарить. Больше там делать нечего было. А когда в Азербайджан поехали, так нас на таможне расспрашивали, расспрашивали. Из Азербайджана, из Армении, в Азербайджан дороги нет. У нас надо опять было в Тбилиси вернуться и тогда опять туда идти. Да, да. У них отношения там сильно нехорошие, порченные. Можно сказать враждебные. Да, да. А нам-то, мы молимся, нам все дороги. У нас врагов-то так нет, если считать поистине Господней. Вы хорошо обдумайте, чтобы не жалеть. Потому что это работа. Надо, если приехал, вот у нас приехали одни, она городская. Но она приехала с племянником. Она за него замуж. Сейчас второй ребенок родился. Так она все полюбила. Все. Как будто, говорит, я здесь жила. Она фотографирует все. Тут цепушки бегают. Ягненок за ней бегает. Она кормит его из соски. А другой не нравится. Она себя чувствует как-то не так. И все это что-то... От тебя это зависит. Одинаково приехали, а по-разному ведут. Это радостное. А это всегда вот такая вот. Не, ну, я сам-то работяга. Здесь с утра я в 5, в 4.30. Каждый день встаю и начинаю. А мы в 4.40 встаем всегда. Хотя бы. Просто у меня уже нервов нет. Ни с компьютером, ни с чем. Мне воля нужна. Мне надо отсюда вырваться. А вот вы посмотрите, как мы живем-то. И будете, знаете, каждый день будете купаться, ходить на пруду. Себе лодку можете взять. Рыба-то небольшая. Мы пруды делаем сейчас. Может быть, хорошую рыбу заведем. Гальян у нас пока. Можно и форель завести. Можно. Но форель не будет. Это надо проточная. Форель, проточная вода. А тут пруд. За прудом. И вода натекла и стоит. А может, можно выкачать артезианскую воду. И тогда будет форель. Ну, я не знаю на этом. У нас на это средств нет. Ну, насосы нужны. Ну, на месте можно тут, как говорится, уже присмотреться. Но мы думаем, карпа завести. Карп. Потом большой. Да, да. А вот сейчас пока пруд-то там что-то метр полтора. Он промерзает до конца. И рыба вся погибает. И мы прошлую осень все работали. Плотины возводили выше. Чтобы весной воды набрать. А весна наберет, значит, тогда рыба будет. Можно купить и мальков продают. Можно куриц держать, гусей и юков. Ну, что хочешь. У нас одна была, так у нее инкубатор был свой. Она куриц 400 держала. Машина должна быть, чтобы в город ездить. Раз в неделю они едут, живность продают свою. Мясо там колят. Один держит много свиней. Один был держал, сто свиней держал. У батюшки овечки, а вот у старосты коровы. Коровы и овечки. Иные держали тут индюков, гусей, большие прям табуны. Это наша родина. А на месте, думаю, машину взять, но на месте надо купить. А можно на месте купить. Мы-то ездили на своей машине. А если машина там есть, да на ней поезжай. Что тебе продавать-то? Это дешевле будет? Ну, с немецкими номерами как? Ну, а здесь, я не знаю как, перекомпостировать их и все. Тогда там можно, много денег хочет. Это можно узнать. Вы по интернету узнаете. Я не знаю, машина-то не моя, я не шофер. Но я знаю, что оттуда-то пригоняют машину-то. Немецкие. С немецкими марками покупают, гонят и гонят. И с востока гонят, и с запада. Потоком машины идут. Охота есть у вас? Кто? Охота. Охота есть у меня. Лисы. Нынче волки появились даже. Давно волков не было. Лисы, зайцы прямо рядом. Около дома. А лоси есть? Лоси есть. Но только это надо, наверное, лицензию. Но лоси это редко там заходят, когда. Они дальше там бывают. Но вот когда деревни не было, мы были в лагере. Они подходили прямо рядом были. Интересно. Интересно, да. Я смотрел вашу бытовку, где всякие от военных одежды там висит. Все, что хочешь там есть. Что такое? То, что вы на складах военную форму покупали. А, я вам дам. Я вам дам шинель. И все это удобно работать. Я преподавал, вел занятия в летном училище. А его расформировали под милицейский институт. Ну и знакомые были до генерала. И мне многое дали. Мы постирали, привезли. Это я вам выдам. Двуручную пилу подарю. Пилить. А у них-то пила такая, которая, как называется она, дружба. Динзопила. Ну, мотопила. Ну, я что-то привезу сапу. Я привезу сапу. Ну, если, да. Много чего. Потому надо, вот смотри, хорошо все. Чтобы зад-перед туда не ездить. Но чтобы как только таять начнет, уже были здесь. Как только земля растаяла, чтобы начиная обрабатывать, пахать, чтобы шнеять. Дом приобрести сразу, пока хозяин живой. Он же за 15 километров выехал. Брат, да? Брат. А сколько квадратов там будет? Да я не знаю даже, сколько у него. Ну, сколько у него. Ну, квадратов, наверное, 40-то есть. Так у него еще сделать, который поднимается по лестнице, называется мансарда. Там можно сделать второй этаж. Он уже сделан. Он сделан для пчел. А там жить можно. Я помогал строить. И у него большой подвал. Подвал большой очень. Но это надо все утеплять. Ну, готовая стоит. Бетонные стены такие. Там заложил какие-то снаружи утеплители были. Все заброшенное. Там работы много. Но если ты все это уберешь, ну, расчистить, крапиву все перелубить. Ну, а как по-другому-то? Люди в лесу селятся, они корчуют деревья, выкаривают. Все это. Это работа. Мы приехали. Нам никто ничего не делал. Мы взяли лопату и начали землю копать. А сейчас трактор весной приезжает. Заплатил деньги, тебе спахали. Сено тебе надо косить. Опять приезжает трактор в соседней деревне. Мы заплатим, он все накосит. А собрать где-то староста есть у него, там это, как машина такая. А потом он ее тюки такие делает, тюками. Ну, за каждый тюк сколько там заплатил и все. А когда он в осенью работает, у старосты 180 гектар пашни. У него можно покупать пшеницу. Ты можешь взять свою мельницу, своя мука будет. Небольшая, там что-то с отрубями. Для здоровья это полезно, отруби. И отходы для скотины купить можно. Гречка у него есть. Сажает он гречку. А вот штук 200 можно держать? Овечек? Да. Можно. Ты можешь 500 завести их. Только надо знать, где их держать зимой. Сено заготовить. Ну и естественно, чтобы мясо продавать. Шкуры выделывать. Ты можешь свои, говорят, шкуры научиться выделывать. Если вы такой мастеровой, вам это ничего не стоит. А потом выщевать узоры всякие. Да, потом делай, что хочешь уже. Тут все верующие, понимаете? Особенно для детей. Что родственники приезжают, чтобы курящих не было. Если приехал брат родной курящий, то только где-то там за пределами деревни, чтобы никто не видел и не воняло даже. Мы не для этого приехали на пустынное место, чтобы по-мирскому все было. Вот у нас один пил, собрание прошло и он выехал. У меня еще профессия есть. Я программирую вышивальные программы. Я их продаю в Европе, эти программы. Ну, тут уже на месте надо смотреть. Надо интернет, чтобы был сильный. Но сильного интернета там нету, сильного. Потому что это через модем только брать. Там же телефона-то нету. Свой телефон только мобильный. Ну, это может как-то, я не знаю. У нас там есть такая связь по эфиру, но по трубке говорить. По району там выходят. И есть международная связь. Международную приустановили прямо у старосты на дому. Каждый день можешь звонить хоть в Австралию, хоть в Германию. Да. Наверное, надо антенну поставить. Поставить силу. Да, у старосты большая, огромная антенна стоит. Поэтому у него хорошая там связь. И интернет надо. Все можешь делать. Твое хозяйство. Тарелки ставят. Тарелки большие ставят. Тарелки. И тогда можно программировать. У нас программисты есть свои. Профессиональные. Они работают на государственной работе. Программисты. Талантливые. Да, да. У нас просто работает. У нас община в Барнауле. И меня вот ведут. У меня тут кто-то. Модераторы, администраторы. В общей сложности. Если собрать всех, так человек 15 работают на меня. То есть они как? Помогают кто-то. У меня же денег-то нет. Кто-то купил. Компьютер подарили. Я ни за что не плащу. У меня минимальная пенсия. И она и так куда идет, я не знаю. У меня все есть. Я благодарю Богу. Да, да. Так и. А вы поговорите со своим братом? Узнаем, что к чему? Я скажу. Но у него все, повторяю, все заросшее. Там работать надо. Если хозяйка-то еще, говорится, в силах. Но она будет работать. Где там корщевать, убирать. А огород там где-то распахать надо. Сделать, нет проблем. Это земля. Земля требует работников, а не просто в компьютерные игры играть. Нет, у нас тут, где мы живем, 400 метров земли тут. И мы там ее возделываем так. 400 метров как? Это 400 квадратных метров? Да, да. 400 квадратных метров. Ох, тут кого-то. Мы тут в деревне живем. Мы сами здесь в деревне глухой живем. У нас больше дается. Ну, тут Германия, тут каждый клочок земли на вес золота. Ну, понятно. А здесь нет, не вес золота, дешевле. Ну, конечно. Я сейчас в этом смотрел в Новгородской области. Конечно, там стоит 15 тысяч долларов. Нет, евро. 20, да, полтора миллиона стоит этот месяц. О, нет. Ну, тут за 200 тысяч можно, рублей. Ну, и раздели теперь на 70. Вот. 200, 3000 на 70. А-то сегодня уже 70 долларов стоит. Трижду 7, 21. Вот. 200. Раз, два, три. Ну, что получается? 3000 долларов. 3000 долларов всего. Так тут хозяйство у него настроено, сарай там все есть. С домом, конечно, повозиться надо. Он не жилой. Он в нем жил. Ну, все закрыто уже лет 5. Ну, да, да, понятно. Это все можно сделать, зато свое это. А даментнику тебе не надо. Бетон не надо. Там все плитами железными сделано. Так у него ни у кого такого дома не было. Но он сделан и так, что хозяйской руки требуется. Вот так. 5 гектаров там в Новгородской области вместе с этим. И река течет по этой же земле. А вы посмотрите, может вам лучше в Новгород. Поглядите, где как. Но в Новгород вы поедете. Я могу сказать одно. Вам будет, может быть, ближе к Германию, если надо ездить. Но, чтобы все были верующие, никто не пил, не курил, такого вам не найти больше нигде. Нет, нет. Я сейчас не ради себя это делаю. Ради детей я делаю. А ради детей, я скажу, во всей России лучше нашего места не найти. Все верующие. Все до одного. Вот это прекрасно. Никто не пьет. Никто не курит. Никто не матерится. Всех как одна семья. В воскресенье все до одного в храме. Что тут? Это нет даже. В монастыре даже такое не сделаешь. Да. А вы когда мне скажете ответ насчет этого дома? Насчет этого дома? А знаете что? Я вам сейчас скажу телефон, а вы сразу позвоните моему брату, батюшке. А он тому брату позвонит. Сейчас, прям сходу. Никита, подойди, помоги мне. Назови вот этот номер, какой вслух. Называй, на. Батюшкин. Пишите. Акимушка. Да. 7-961. Подождите. 7-700. Назови. Вот надавить надо. 7-961. Не 7, восьмерку набирать надо. Восьмерку, да. Дальше. 2-3-2. 2-3-2. Да. 4-0. 4-0. 1-2. Теперь вы прочитайте. Прочитайте вы, чтобы он сверил. 8-9-6. 1-2-3. 2-4-0. 1-2. Так точно. Отец Иоаким. Священник. И скажите. Как за? Вы позвоните. Прямо сейчас. Прямо сейчас позвоните. Как поговорим. И скажите. Вашего брата Павла дом продается. Павел. Сколько он просит. А он ему позвонит. Вам скажет. На сегодняшние рубли. Ну и вы увидите, что вам. Тут разменяете ему платить. Вот. Тут у вас уже что-то будет. Это уже конкретно. Да, да. Это пока один дом. Потому что звонят много. Но когда поговоришь. Видно никак. Тут уже надо прям сегодня уже говорить. А брата как зовут? Павел. А этого брата, которому позвоните. Иоаким. Иоаким это отец у Богородицы был. У Девы Марии отец Иоаким был. А здесь тоже есть имя. Яхим, говорят. Яхим. Ну, Яхим. Так, вот это и есть. Ну, по-разному. У нас Иван, а там Джон. Или Аган. Да, да. Я все время теряю. И ничего так особо не происходит. Ты постоянно гонишься за длинным рублем. Так, Арсен, слушай внимательно. Вы только помолитесь, чтобы потом не сожалевать. Блажен, кто не осуждает себя, что избирает. Вы мне позвонили, я вам сказал все. Тем более все в интернете выставлено. В роликах. Мы ничего не сокращаем. Вот как поговорили, так и выставляем. У нас абсолютно безобманно. Чтобы вы не жалели. Потому что в землю надо врастать. Это работа с уртадонача. Но зато ты дождешься, когда в своя баня сходил. Да, да. Ты свободный, чистый воздух. Самый близкий завод от нашего места. 150 километров. Отлично. Это... А леса есть у вас? Леса. Леса околки называются. А лес, который хвойный. 20 километров с одной стороны и 20 с другой. Таких ленточных боров существует в мире, кажется, 4. И 2 из них рядом с нами. А такие густые леса есть? Вот такие густые леса и есть. Которые от нас дальше. А тут рядом околки березовые. Березовые. Там грибы разные. В окрестностях везде околки. Понятно. И бывшие старые сады, которые можно выпиливать. Там клен. Вон... Пили его дома-то. Пила-то есть-то. На щурке-то. Ну, а потом расколоть. Можно кого-то пригласить. Найти. Вот Володя есть. Ему тоже заработать надо. Он кольщик хороший, Володя. Это у него талантливый. Дровокол. Все хорошо будет. Да. Скотина... Вам надо будет пасти ее. Пасти. Поэтому что-то приобрести. Вот вы думаете сейчас, а батюшка колет. Еще скотину привозит. Поэтому ему сказать, чтобы ничего не кололи. У старосты можно купить там телку. Там бычка, что у кого телится. Ну, поговорить надо. Чтобы было как. Если вы держите еще что-то там, какую-то скотину. Ну, надо думать. Вот. Если бы осенью-то позвонили. Тут достали породистых куриц. Такие красивые-красивые курицы. Жалко даже колоть было. Но это инкубатор есть. Можно купить. Гусей, куриц там разная живность. Индюки, утки. Индоутки. Это все держат. То есть порядок общий есть. И вот где купаемся, туда гусей не запускают. Потому что там пляж. Купаются люди. А на другой пруд можно. А зерновые откуда покупать для этих? А вот староста. Прям в деревне. У него есть? Ну, конечно есть. У него 180 гектаров пашни. И у него склад 502 метра квадратных. Склад это закрытый. И там у него он отсевает, что-то продает, а что-то брать до скотины. Вы можете у него покупать, договориться. Свои. Да. Так что, если у вас были бы, я говорю, родственники такие вот, как, ну, в силах лет 30 приехали там помочь. Потому что, ну, надо же там ремонт сделать. Тут новый хозяин заходит, все ему не так кажется. А тут совсем сразу видно, что не так. Он и дом-то как будто невзрачный такой, но он большой, высокий, но грубо сделанный-то. Почему я помогал делать? Я всегда так делаю. Ну, я отреставрирую, он будет классно выглядеть. А отреставрируют как они? И вот если заштукатурить еще снаружи-то, а потом такие пенопласт какие-то, плиты продают. А потом подъявляют ремонт такими этими. Ну, как, увидите, как у Диакона здесь сделано. И вот дом-то готовят еще не отремонтировать. Там русская печь, хлеб-печь, можешь сам. Хорошо было бы немножко маленькую фотографию получить. Да что маленькую-то? Можно и большую сделать. Хотя бы. Вот там батюшке сразу скажите, чтобы Виктор, Виктор-учитель, сфотографировал этот дом. И вам послал. А вы на него выйдете, Савченко Виктор, по моему миру. Мой мир, называется Mail.ru. И он вам даст. Да вы у нас все это найдете, увидите. Да. Вам учитель не нужен немецкого языка? Я на немецком языке когда-то в немецком собрании пропади говорил. Ой, молодец. Я самостоятельно изучал, за 6 месяцев изучил его. Ага. Ну, я-то здесь 20 лет уже. Ну, вот видите как. Я с англичаном английский учил язык. Я ездил в Америку, разговаривал, пришлось. Но уже все забыто, 50 лет назад было. Да. Так что сегодня еще. Так только старое вспоминать. У нас в деревне жили немцы, Артур, Эрлих. 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 Да. Они сейчас в городе. Он уезжал в Германию, а потом еще-то вернулся. Хороший. Эрлих, значит, честный. Честный, да. Хорошие люди. Мы с ним учились вместе. Вот. Хорошие люди. А отец вот их, Яков Севастьянович был, он был маркетант, скотину уколол. Сады садил, пчеловодом был. Мастеровые люди такие. А их сослались по Волжье сюда. Где-то там город Энгельс был. Да, да. Ну, война-то когда началась, их сюда Сталин всех турнул. Работящие мужики и женщины. А у вас виноград растет? Растет. Виноград растет и прям потеряем. Это надо работать. Как его закрывать, покажут. Все. Виноград. Сейчас зимы-то стали другие. Градусов, наверное, на 15 меньше мороза стало. Да, да. Ну, вот так. Виноград, яблони растут. Смородина, малина. Вокруг клубнику берем. Все растет. Все у нас есть. А если землянику, это надо в Бор ехать. В Бор. Ну, 20 километров на машину, поехал ее. Бери туда или в другую сторону. Мы посереду. А город далеко находится? 150 километров от Барнаула. 36 поездом. А садиться где? 4 километра от деревни. 4 разъезд. Его закрыли, но мы добились, его открыли. Но здание там сломали. Там ничего нету. Поэтому приезжать никак нельзя без разрешения. Встал, степь вокруг околки, и ты не знаешь, куда идти. Даже летом и то опасно. А зимой уже погиб человек. Он замерзнет. Только по шпалам идти до станции куда-то. Да, да. Немножко как заработать деньги тогда, если что-то хочешь продать, немножко что-то, мясо. Живут только мясо. Мясо, яйца привозят и сливки. Сливки. Коров держат, доят, сепарируют его и продают сливки каждую неделю. У всех своя клиентура здесь есть. Они не на базаре стоят, а в организации там завозят или куда. Что копейка, копы, копы. Котина это мясо, коровы. Один держит свиней много. А свиней он там рядом сдает. Приезжают ему. А которые, овечек батюшка, это в город привозят. 150 километров. Ну да, поездом. Еще сел на поезд. А машина раз в неделю идет. А сейчас зимой машины-то тут у нас дороги-то нету. А они на вездеходе едут в соседнюю деревню 10 километров. А там машина стоит. На машину перегружают, а там трасса уже все. А летом напрямую от нас. Нынче мы из деревни выезд сделали. Дорога страшно дорога была. Только за щебенку я дал 235 тысяч. 237. Это вообще за дорогу. Значит, за щебенку только. Не за песок, не за что. За песок 180 тысяч. Это уже мне помогли. И выезд из деревни, чтобы сделать. Это не просто так. Государство не помогает. Все сам. И приехали люди, ничего нет. У него ребенок с собой. А сейчас все у него. Три трактора, четыре машины. Человек работает. У него все есть. А кто не работает, еще и нету. Это так. Хозяйка с собой. Одна огорода работает. У нее все. Там огурцы, помидоры, арбузы, дыни. Все можно сажать. Лук, чеснок. Тебе ни копейки не надо платить. Ты работаешь-то на дядю. Никуда не ездить. Вода своя. Ну, за электричество только платить. Это уж никак без электричества-то. Конечно. Еще ж не жить-то. Электричество ты можешь здесь 380 подвезти и 220. То есть подведено. По деревне идут железобетонные столбы. Приехали, от государства построили. У нас электричество, официально все. А вам сколько лет? Мне 77-й. А вы очень бодрый еще. Я верующий. Я христианин. Да. Поэтому. Дай Бог здоровья. Ну, Бог здоровья дает. Я-то уже по моей биографии-то давно бы должен умереть. Я пять тюрем прошел. Лагерь. За слово Божие меня верующего судили. Теперь я реабилитированный. Имею право бесплатно ездить. Ну, раз в году проехать. А чувствуется, что вы так жизнь хорошо знаете? Ну, я знаю. Потому что я 53 года иду за Богом. Поэтому у меня знакомых везде полно. Я и с армянами знаю, и с азербайджанцами, и с мусульманами. То есть у меня очень широкий круг. У меня много очень врагов. Особенно в православии. Потому что мы говорим, надо жить по совести. А не ради корысти и трусости. Никогда не быть рабом чужого мнения. Быть свободным в совести. А они этого попы не понимают и думают, что я им хочу зла. А я наоборот. Людей обращаются, кто я обращаю, к ним отсылаю. У нас все платят десятину. Поэтому торговли у нас нет в храме. Совершенно нет. Никакой. И с тарелкой не ходят. Ящик висит. Кто хочет, положил. Но десятую часть дохода платится священнику. Десятина называется. Это по Библии. Поэтому у нас тишина. У нас ни одного слова никто не скажет. Ни хождения в храме нету. Ничего. У нас такая дисциплина, которой в армии нету. Так что думай. Сто раз примерь. Если ты любишь дисциплину, и тебе надо, чтобы порядок был. Ну, значит, туда позвонил, куда надо. Ну, порядок. Ну, как? Вот дом имеешь, потихонечку хозяйство создал. И что еще? Делаешь так, как от тебя люди хотят. Не воруешь. Не обладываешь. Не куришь. Не пьешь. Не пьешь ты сам. Все делаешь. Пчел можешь завести. Пчел. Свой мед будет. Ну, да. Мне это уже 50 уже. А так, и дети растут, хоть в таком добром положении будут расти. Они в этом злом. Тут много зла ходит. Я знаю, знаю там. Мы видим все, что там Ангела Меркель там не знает, что теперь делать с этими. Из Сирии набежали там миллион. Против нее уже 40% голосуют. Это так. Но кроме этого, тут могут, имеют право в церкви мужик с мужиком обвенчаться. Это у нас нету, нету. В России этого нету. И Путин, даже Путин против этого выступил. В евангелической церкви так сделали. Это мерзость. Это Содом. Он должен сгореть. Это проклятые Богом люди. Многие здесь так живут. Не, не говори даже. Мне неприятно слышать это. 90%. Настолько отвратительно это все. У нас этого нету. Ну и нацизм здесь начинает потихонечку поднимать голову. Ничего. Нас научат мусульмане, как жить правильно. Да, да. Тут хорошо началось продаваться гитлеровские мотивы с нацистским орлом. Я сам сейчас приходится пару штук продавать. Нет, не надо. У нас это не положено. Мы нигде не содействуем. Нельзя нам ни вином торговать, ни табаком. У нас запрещено это. Ты можешь заниматься любой работой, непредосудительной, которую Бог не запрещает. Ты можешь давать милостыню. Ты можешь бедных посещать, навещать. Все делать как надо. Мы в тюрьме работали. То, что Бог заповедовал. Чтобы люди были другими. Ну, добро вас пространить. Каждое воскресенье там у нас занятия божественные. В середине недели изучают Библию. Ну, все сделал по хозяйству. Зимой-то еще только скотине надавал, напоил и все. Чтобы быть дружным со всеми. Не скандальным. Да, да. И вместе общим, чем-то общим заниматься. Ну, вы зайдите на наш сайт. Сайт, я скину вам сайт. И там на сайте, когда зайдете, там одна книга открыта к истинному православию. И вот к истинному православию, когда откроете, там все написано. А другая, для слова Божия, нет уз. И там устав деревни, устав общины, устав детского лагеря. Там все абсолютно есть. Одни заголовки. Заголовок нажал, весь текст пошел. У нас очень богатый форум и сайт. Мы с женой начнем больше сейчас интересоваться. Вы сейчас нас, сейчас сняли все, наш разговор или? Да, конечно. А как, вон камера рядом, да? Да, вот он стоит. Я вас предупредил сразу. Мы говорим о хорошем. О хорошем. Поэтому мы ничего не скрываем. У нас нет этого. Ай-ай, нормально, да. Нормально. Это прозрачные доходы, прозрачная жизнь. У нас нет за спиной что-то, я бы, ага, ты тебя вымануть, а потом что-то. У нас это считается мерзостью. У нас не принимается это. Вот что ты армянин или что, для нас это никакой роли не играет. Я начальник детского лагеря, у меня были и цыгане, и евреи, и казахи, и кого только не было. Поэтому мы не смотрим ни на национальность, ни на что. Мы божьи. Так и. Так что вы заранее можете знать, врагов у вас не будет из-за национального принадлежности другой. Этого нету. Вообще нету никак. Важно. А тут очень, сейчас очень, в Германии друг друга, мусульман, христиан. Вот эта тема сильно развивается. Человек, ненависть. Ну, но в Парнауле очень хорошее, как называют, межрелигиозное отношение. У нас мирная обстановка. В краевая, а в деревне тем более. А собак можно держать? Можно держать собак, но только чтобы они были привязаны. И чтобы собака не лаяла зря. Она лаять должна, когда чужой человек. Можете большую завести. Вот у меня Сергей, который на занятиях. Он кинолог. Он любую собаку вам достал здесь. Щенка. У меня здесь три бульдога французских. Ну, три-то это много. Одного-то можно было бы. Если он мохнатый, а тут мороз. Возить-то я думаю, не надо. Скотина, это знаете, тут с ветеринарами возиться. Это, знаете, вам надо там были документы такие брать. И здесь мы осторожны. Поэтому у нас никакой заразы нет. Мы ездили везде, и у нас собака, она защипирована, вакцинированная. И она чемпион России. С которой собаки. По защитной караульной службе. Ну все, до свидания. Это жулик, да? Да, ко мне звонят снова. Отходите тогда. Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе, Господи наш, помилуй нас. У меня разговор был с Германией. Тут один, собираясь армянин, приехать потеряю, как мы сейчас говорили. Но я видел, что ты стучишься. Говори. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Давно уже не против. Все время же так делается и делалось. Значит, я еще четыре говорил, еще сделал три листа. Значит, что? О покаянии, исповеди. Кто первый стал прощать грехи? Марка 2,5. Луки 5,20. Второе. Что Христос обещал своим ученикам? Что он сказал ученикам? Каким образом Христос передал власть прощать грехи? Что нужно для того, чтобы иметь власть прощать грехи от лица Божьего? Иоанна 20,21. Как апостолы передавали эту власть другим? Как использовали, как исповедовали свои грехи первые христиане? Что необходимо для прощения грехов? Первое. Иоанна 1,9. Ты закрылся, опусти внизу бумагу-то, опусти, тебя не видать. Спрятал. От лица кого апостол Павел прощает грехи? Второе. Коринфянам 2,10. Как использует апостол Павел власть прощать грехи? Первое. Коринфянам 5,5. Первое. Тимофею 1,20. Кто из ветхозаветных пророков от лица Божия простил грехи? Второе. Царств 12,13. Вот это заполняет. Вот видно, да? Да, да, да. Я вижу. Видно. Ну пиши. Не имеет представление. Потом падшие ангелы. Также причина отпадения от Бога. Исаия 14,12,15. Свидетельство. Следствие отпадения. Иерархия. И также ангелы. Природа ангелов. Евреев 1,7. Их предназначение. Виды ангелов. Чины там. Виды служения. Служения в деле человеческого спасения. Ну, в общем, еще три издал. Теперь у меня семь листочков. Ладно, слушай, Сергей. Внимательно слушай. Скажи, как ты нашел этот ролик, который мне прислал Неркоги? Господь послал. Я посмотрел этот фильм. И думаю, интересно бы знать мнение Игнатия Тихоновича. И послал его к вам по скайпу. Вот. Ну, смотрю, женщина верующая такая. Ну, язычество, естественно, не наученное. Вот. Но, видно, и священники ее немножко так под это поддостали. Что она говорит, а как тоже? Ну, ладно, допустим, женатые. А как же вы посту бросаете? Говорит это монахи-то. Чего же вы не приедете? Мы вон и храм построили, и все. Кто же будет это? Ну, у нее, конечно, там, естественно, много. Она не наученная. Там язычество есть кое-какое. Немного. Но Христа она знает. И Бога знает. Вот поэтому как бы. Ваше мнение. У меня в моем мире мало роликов чужих где-то. Но этот ролик я себе его сейчас вставлю в данный момент. Я бы ее полностью просмотрел. Теперь на диск перенесу, думаю, и отправлю потеряевку. Пусть смотрят, учатся. Понравилось вам? Понравилось. Я очень усыпился. Даже во время собрания на это я говорил по этому. Я благодарю вас, что вы мне прислали. Я бы не знал про это. А как ты сам-то наткнулся на него? Да Господь послал. Я временами просматриваю там православные фильмы и кое-что качаю. Там есть интересные, там, без воды, а серьезные, такие, что интересные. Я себе покачиваю. И смотрел, смотрел, смотрю, что это не краги. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Посмотрел, заинтересовался. Ого, вот это да. И взял, послал вам. Как она с ребятишками возится? Как запутать, чтобы оставались? Это как раз вопрос, которым мы занимаемся. Вот. Вот, говорит. Как раз создаю города, чтобы они жили на месте, чтобы молились Богу, чтобы спасались. А кто, говорит, нас спасать будет? Как священники, говорит, нас бросили и все. И приезжали. Никому мы не нужны, получается. Я, говорит, не могу быть священником. Да, главное, что ее кандидатом вы выставили-то на Нобелевскую премию. Да. Да, да. Ну, достойно, достойно. Достойно, да. Женщина, представь, среди ненецкого народа. Она писательницей стала. Какая она активная. И заботится о будущем своего народа. Это вообще. Мне, я скажу правду, понравилось. Я сразу за нее помолился. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Я так же сказал, говорю, Сергей Ильин мне такой материал скинул. Вот это да, я говорю. И за тебя помолился. Благодарю. Спасибо, Господи. Спасибо большое. Очень ценно для меня. Ваша молитва. Я тоже. А я это, с Израиля, с Евгением, он это, мне в друзья постучался. Я говорю, да хорошо, заходи, давай поговорим. Мы поговорили с ним несколько часов тоже. Там, по евриту, там, по священному писанию. Я говорю, вот, ну вот. Хорошо. Ну, он о крещении младенцев меня тоже спрашивал. Я говорю, ну, как крещение младенцев? Я говорю, ты это, в Ветхом Завете всех же были. До последнего колена мужской рот был обрезанный. Там же не спрашивали, разумеешь ты, не разумеешь. Вот, крестили и воспитывали тебя в вере. Так же и здесь. Ну, условия есть, надо, чтобы тебя воспитывали в вере. Вот. Потом говорю, ну, привел такой, говорю, по вере других может человек быть крещен. Ну, он, не знаю, говорит. Я говорю, ну, смотри, Христос сидел в горнице, там, с учениками. И за множество учеников не могли прийти к нему. И принесли ослабленного, разобрали крышу. И он говорит, видя веру их, видя веру их. Он говорит, прощаются тебе грехи твои. Ну, и он говорит, да, это хорошо. Потом, говорит, он же пишет мне, съездил к священнику в этот, ну, мы там говорили, в Яфу. Поговорил с ним насчет крещения, вот, как бы, что, я говорю, говорит, младенцев кресят погружением, а взрослых вообще не кресят. Я говорю, ну, вот, если будешь креститься, требуй, чтобы крестили, ну, попроси, чтобы крестили тебя в три погружения. Вот. Трекратное полное погружение, чтобы было, вот. Ну, где там, в море, в реке, где угодно, только троекратно, чтобы там и вот так вот, чтобы священник тебя крестил. Ну, и вот такое с ним поговорили, там, послал ему фильм, там, о одном архимандрите. Он был католический монаха, грамотный человек, вот, в Швейцарии живет. Он был монах, потом перешел в православие, в русскую православную церковь. Он там, бывает, приезжает и спает, такой, на Б как-то фамилию его забыл. Ну, вот, фильм о нем послал ему, соскинул, он посмотрит, наверное. Ну, вот такие вот. Ну, рад, я вам, чтобы проникание понравилось. Спасибо, Господи. Вот. Ну, вот такие вот, так-так потихоньку двигаемся. Спасибо вас, Господи, Игорь. Хорошо. А вы ближе не познакомились с Константином Душеновым? Нет, не познакомился. Мы с ним не пересекаемся. Мы по разным дорогам ходим, по разным рельсам. Дело в том, что он раньше писал там против евреев, что там как. Ну, он за них, но только с той стороны, которая евреям не нравится. Его посадили. Сейчас вернулся, он еврея вообще не видит и не поминает. Видимо, подписку дал, чтобы не... Но он сейчас именно вот с ИГИЛ. И каждый день комментирует. Вот мне вот так вот сидит, вот так вот, маленькая такая, мусульманская какая-то у него щетки. Перебирает. И вот что-то рассказывает каждый раз. Зачем он это делает? Я нутром чувствую, что не надо этого делать. Не надо ничего комментировать. Игнатий Тихонович, я его не смотрю. И вообще его не смотрю. И я не смотрю. Он далек от меня. Мы живем в разных концах. Ну, город у нас, слава Богу, большой. Пять миллионов с лишним. Вот. Мы с ним не пересекаемся. Ни в храме я его никогда не видел. Он в другие ходит, я в другой хожу. Вот. Нигде. Ни в каких-нибудь общих там собраниях или что. Никогда в жизни я с ним не пересекал. Ну, вру. Отпевать к нам привозил сынишку своего. Все. Больше я его вот видел в этом, в нескольких роликах, там, пару-тройку. И то я никогда до конца не досматривал. Там, пару-тройку и все. Я далек от него. Как бы обличать я его все равно не буду. Слушать я его тоже все равно не буду. Вот. Поэтому, ну, как он еще. Он сам по себе, я сам по себе. Он взрослый, мужчина, уже сформировавшийся. И я взрослый. Мы друг друга, как бы, в этом отношении, как бы. Я к чему сказал? Если вы сойдетесь где-то, я говорю, понимаете, не его знания. Он военный офицер морской знает. Но совершенно это не его дело. И вот он комментирует вес, тяжесть. И там такие слова говорит. Вот им то, то, другое. Нам ли этим заниматься-то? ИГИЛ тоже люди. Надо молиться, чтобы они перестали зверствовать. Чтобы они обратились ко Христу. Игорь Тихонович, ну, я, если даже милостью Божьим, не милостью, а вот промыслом Божьим, мы даже где-нибудь увидим друг друга. Он меня не знает. Я его знаю только вот... Ну, что я подойду... Ладно, все, больше не поминаем. Нет. Я так сказал уже. Просто я его не знаю. Все, все, все. О нем разговор закончен. Аминь. Что, я нужен или нет? А то отойдем. Спасибо, Господи. Да, рад был вас видеть. Слава Богу. Ну, что, благодарю. Отклон. Спасибо.